Зоомагазинчик ужасов. Глава четвёртая. Драйцин. Папа, мама! Ага, ага! Что? А-а-а! А, мисс Карен, очень рад вас видеть. Граф, вы меня помните? Ну, конечно. Я никогда не забываю своих клиентов. Вы купили тогда пару канареек. О, мне сейчас так плохо. Наш дом сгорел. И птицы тоже. Да, я прочёл в газете. Ваши родители погибли. Мои соболезнования. Кажется, это не был несчастный случай. Полиция подозревала кого-то в ограблении и убийстве. Да, но пожар забрал не только моих родных. Я потеряла зрение. Думай, какой-нибудь зверёк отвлёк бы Карен от переживаний. Тебе вредно сидеть дома одной. А вы? Это двоюродный брат моей матери. Он работает... То есть работал с отцом. Я Эдвард. Очень рад с вами познакомиться. После того, что случилось, Эдвард заботится обо мне. Ну что ты, Карен. Мы же родственники. Мы всегда можем рассчитывать друг на друга. Эдвард. Знаете, если мисс Карен потеряла зрение, вы, наверное, ищите собаку-поводыря. Собака-поводырь? В такой лавке? Это Чайна-таун. Мы продаём животных всех видов. Теперь, если вы хотите, Карен, пойдёмте в дальнюю часть лавки. Подождите, я пойду с вами. Не беспокойтесь. Животное быстрее привыкнет к новому владельцу, если встретиться только с ним, без посторонних. Но... Простите, граф. Просто Эдвард очень переживает за меня. Полиция до сих пор не поймала человека, который напал на нас. Эдвард говорит, что преступник может всё ещё охотиться за мной. Я понимаю. Нам сюда. Здесь так тихо. А где пёс? Он тут. Где? Собаки-поводыри очень хорошо натренированы. Они подходят только тогда, когда им разрешают это сделать. Да? Так непривычно? Ну, хорошо. Дай лапу. А-а-а! Граф, это же человек! Нет, уверяю вас. Он собака-поводырь. Раньше он служил в немецкой армии. Порода доберман. Вы лжёте! Как вам не стыдно издеваться над слепой девушкой? Я не лгу. Он станет вашими глазами и будет вашим телохранителем. Телохранителем? Вы сами сказали, что преступник, убивший ваших родителей, до сих пор на свободе. Хотя пока ваше зрение не восстановилось, вы были свидетелем преступления. Вполне возможно, что убийца захочет от вас избавиться. Но он же меня совсем не знает. Собака защитит и спасёт вас даже из пекла ада. Он будет повиноваться любому приказу хозяина. Чтобы спасти вас, он пожертвует собственной жизнью. Он готов умереть ради меня? Я. Неужели это была Карен Шнайдер? О, здравствуйте, офицер. Та самая слепая золушка, унаследовавшая недавно огромное состояние. У её семьи на самом деле было так много денег? Я слышал, что Карен станет миллионершей. Очень надеюсь, что вы ей не продали какой-нибудь из этих ваших существ. Ну, офицер, а чего такое недоверие? Я отдал ей только собаку-поводыря, который будет её защищать. Не знаете, она навсегда останется слепой? По правде говоря, все детали мне неизвестны. Но врачи уверены, что слепота — лишь психологическая реакция. Психологическая реакция? Карен видела, как убили её родителей. И сама чудом успела выбежать из горящего дома. Будь я на её месте, я бы тоже не захотел больше видеть этот ужасный мир. Будем надеяться, что зрение восстановится. Тогда она сможет опознать преступника. Здравствуйте, мисс Карен. Я думала, что вы приведёте в дом кого-нибудь поменьше. Ну, я... Для щеночка он очень даже мил. Эдвард. Завтра я уезжаю на семинар в Чикаго. Теперь мне нечего волноваться, что ты останешься одна. Кстати, как его зовут? Драйцен. А? Ну, его так зовут. Драйцен. Тринадцать по-немецки. Понятно. А что он ест? Граф дал мне рецепт. Вы приготовите? О, конечно. Ну всё, мне пора. Эдвард. Не дуйся. Я вернусь на следующей неделе. Драйцен же с тобой. Тебе не о чем волноваться? Да уж. Драйцен и есть моя основная проблема. Неужели ты не боишься оставить меня с ним? Мадам Келли вообще-то всегда здесь. Спокойной ночи, мисс Карен. Теперь я наконец смогу заняться своими делами. А! Ой! Драйцен? Что ты тут делаешь? Мой долг — помогать вам. Идиот! Это спальня девушки? Плачь отсюда! Ну? Тебе приготовили комнату для гостей на первом этаже. Уходи, тебе говорят. А мне ещё казалось, что у него хорошие манеры. И о чём он только думал. Просто грубиян. Я для него всего лишь маленькая девочка. Наверное. И для Эдварда я только дочь его двоюродной сестры. Не хочу выглядеть неблагодарной, но собаку придётся вернуть. И, может быть, я заведу какую-нибудь маленькую милую собачку. Доброе утро. Драйцен? Ты проспал под моей дверью всю ночь? Да, что-то не так. Ну? Вам стоит ходить осторожнее. О, мисс Карен, доброе утро. Я приготовила завтрак для вас и Дора Чан. Вот. Она назвала тебя Дора Чан? Что ты делаешь? Здесь целое море воды. В следующий раз просто мне об этом скажешь. Я. Не подходи так близко. Я. Карен, Карен, как дела? Это голоса Элли и Аманды. Привет. Ты уверена, что тебе стоит гулять одной? Элли, у тебя новые духи? Да, как ты узнала? Когда не можешь видеть, другие чувства обостряются. О, но твое зрение ещё восстановится, так? Да, это ведь должно скоро пройти. Карен, а это… А, да. Дора Чан. Он мой… Он такой милый. Что? Мужественный. Очень симпатичный. Просто супер. Да. Правда. Драйсон мой телохранитель. Мужественный. И симпатичный. Интересно, на кого он похож? Что? Что ты дел… Машина? С вами всё в порядке? Что случилось? Эта машина пыталась меня задавить? Кто знает. Возвращаемся. Вы, кажется, собирались в Чайна-таун. Не сегодня. Я. Пока не поймают преступника, мне нужно быть терпеливой. Спокойной ночи, мисс Карен. Спокойной ночи. Странно. Кажется, мадам Келли всё переставила. А вдруг кто-то был в моей комнате? О, нет. Ой. Простите, что пришёл, несмотря на ваш приказ. А? Дора Чан? На полу осколки стекла, а вы можете пораниться. О, да. Я попрошу мадам Келли убрать их завтра. Хорошо, спокойной ночи. Да. Подожди. Ты… Ты можешь… Остаться ненадолго? Я. Дора Чан. Я здесь. Расскажи мне что-нибудь о себе. Обо мне? О том, как ты приехал в Америку, например. Или о своей семье. Меня отправили сюда после сокращения армии. У меня нет семьи. Значит, ты тоже остался совсем один? Ты чувствуешь себя брошенным? Брошенным? Нет. А я могу прикоснуться к твоему лицу? Да, конечно. Нос, подбородок, лоб, щёки. У него действительно мужественное лицо. Твои… Твои уши? У тебя нет половины уха. Обоих ушей. Что случилось? Мне их обрезали, когда я был ещё ребёнком. Обрезали? Да, так делают со всеми, кто поступает в армию. О, но это же ужасно. Бедный. Тебе, наверное, было больно. Карен. Тебе было плохо, Дора-чан? Всё это в прошлом. Пожалуйста, не беспокойтесь. Дора-чан. Всё хорошо. Мне не больно. Теперь всё в порядке. На помощь! Голос мадам Келли. Карен, оставайтесь здесь. Я проверю, что случилось. Она дышит. Она жива. А, Драйцен! Драйцен! Карен. Бородатый мужчина. Он убил моих родителей. Эдвард. Это вы. Что? Эдвард? Какой способный. Я и слова не сказал, а у меня узнал. Ваш маскарад бесполезен. Я узнал ваш запах. П-почему? Ты должен быть сейчас в Чикаго. Конечно, у меня прекрасное алиби. Я убедился, чтобы мадам Келли увидела меня в этой одежде до того, как потеряла сознание. Мне нужен был свидетель, который бы опознал бородатого преступника. Карен Шнайдер умрёт от той же руки, что убила её родителей. А всё наследство достанется мне. Великолепный план. И все необходимые документы уже составлены. Значит, в тот день... В тот день я видела в окне Эдварда... Я так любила играть с Эдвардом, когда была маленькой. Он был для меня старшим братом. Как бы мне хотелось верить, что произошла ошибка. Я не смогу жить, если всё это окажется правдой. Жалкий трус. Немедленно отпусти, Карен. Мерзкая псина. Тебя я пристрою первым. Нет! Остановись! Ах ты! Беги, дурачан! Беги в полицию! Найн! Я не могу выполнить такой приказ. А-а-а! 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 Драйцен! Отпусти меня, ты... Что происходит? А-а-а! Драйцен! Кровь! Драйцен, ответь мне! Я хочу видеть! Я хочу тебя увидеть! Драйцен! Дурачан... Драйцен... Драйцен... Вот видите, я же вам говорила, что это самый обычный доберман. А планы Эдварда были расстроены. Драйцен, который рисковал жизнью ради спасения хозяйки, вскоре поправился после ранения. С того дня он больше не произнес ни одного слова, но рядом с Карен навсегда остался сильный и верный телохранитель. И друг. Конец четвертой главы. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...